Дом гудит и вибрирует. К нам в редакцию поступил звонок от жителей дома 2-4 по улице Митрофаново. Бейчане жалуются на неумолкающий гул в квартире. Причина – насос, установленный в подвале. Все-таки днем ги телевизор идет, где как-то, ну как-то все равно. А ночью вообще очень слышно. Вот очень слышно. И вы знаете, вот как-то отключали на день. Прям вообще тишина. Видимо, ломался или что-то. Включили, потом начало сильнее работать. Как раз тут этот, ну я не знаю, кто он инженер или кто он с компанией. Я окно открыла, я говорю, ну и что вы, он гремит грустильно. Нет, так же. Я говорю, да я то ли не знаю, говорю. Нет, так же. Ну так же и все. На этом. Квартиру в многоэтажке в новом микрорайоне Рябиновой семья Михайловых получила по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в апреле 2017 года. Новая квартира оказалась сюрпризом. Гул из подвала с началом каждого нового отопительного сезона не прекращается ни днем, ни ночью. По словам женщины, навязчивый шум доносится до третьего этажа и мешает спать. Не спасает даже дополнительная шумовая изоляция подвального потолка. Причина в насосе, который установлен на подающей трубе в подвале прямо под их квартирой. Если его отключить, температура воды упадет до 50 градусов и дом замерзнет. Представители управляющей компании нам пояснили, дом недостроен и не сдан. Сегодня мы направили запросы в администрацию города и в ресурсоснабжающую организацию. В частности, нас интересует вопрос, кто вообще разрешил заселять недостроенный дом.